Да, именно так идет игра, игра стартовала, пошли рестарты, и смотрим мы за шведами, что же они будут делать в первом раунде, куда пойдут, и конечно посмотрим за винфактом. Наверняка будет какая-нибудь аркада по центру, довольно такая стандартная тактика в первом раунде, поджимчики всякие, по крайней мере аркада по центру на чек была бы очень... Поджим будет еще по зигзагу, ну и фнатики у нас упали на холд, видим мы, что они не торопятся никуда идти, прекрасно понимая, что в любой момент так могут зааркадить, и они поэтому довольно пассивно занят свои позиции, очень издалека, не в упоре, и дожидаются аркады, минусуют гукса метким выстрелом, и моде сейчас придется не сладко. А может быть и сладко, пока к моде никто не направляется, винфакт спокойно контролит свои позиции, и видим мы, что фнатик потихонечку перетягивается в большую комнату. Хотя вот что-то пока непонятно делают у нас фнатики, что мутит, а карта обратно идет, обратно у нас возвращается в малую комнату. Видимо фнатики думали, что винфакт подумает, что они ушли отсюда и оттянутся, а винфакт непростые, винфакт тут все держит. Есть человек на банане, есть на зигзаге, есть на центре, и боюсь, что он очень туго придется шведам в этой ситуации. Минус от люрписа на центре, уходит он на более безопасную позицию, дает инфу, что на центре есть, и что же будет делать фнатики? Пока непонятно, гзис в центр, двое коты, сплит на аплант, но учитывая, что контры довольно коцаны, определенные шансы есть, но тут и моди очень красные, у него хп, наверное, в 5, не больше. Два хп, два хп у моди! Да, тут, конечно, террористам в первом раунде не позавидуешь. Бомба поставлена, по крайней мере, если что, в следующем раунде они смогут рискнуть и закупиться. Ну и контрам сейчас предстоит отбивать точку. Ох, люрпис хитрый-хитрый, замечает он там врага в щелочке. Минусует моди, ну и убить фриса, который совсем красный, который находится причем не там, где люрпис думал, ну, я думаю, дело будет несложным. Да, конечно, убивает спокойно фриса. И первый раунд за финнами из команды Винфакт 1-0. ДИГЛБАЙТ ДИГЛБАЙТ Видимо, что четыре у них ДИГЛА, один калаш. Калаш, причем, у моди, как, видимо, у самого стреляющего. Ну и посмотрим. Играют они именно от его калаша. Проход у нас под коты, втроем Карн по центру и Гукс нам вместе с ним. Будет сплит на Аплант. Моди делает первый открывающий фраг. То есть, цель надежды, которую на него возложили, он пока оправдывает. Ну вот, сейчас нужно ему делать еще один минус хотя бы. Откидывает он флешки. Остальные террористы забегают. И будет сейчас поставлена бомба. И моди у нас уходит в спину. Будет контролить оттяжку-перетяжку. Хелпу скотов. Если контры оттуда придут, конечно, вот меняет моди позицию. Почти поймал одного контра. И в итоге 4-4 ситуации. Не знаю, что будет. Очень... Ох, моди в деле. Моди нужен именно тогда, когда он нужен. Но вот тут очень жестко зажали бедных Гзиста, бедного Карна. И раунд все равно за Двинфактором. Несмотря на вот такие вот неплохие попытки. Карна в кишке. Моди, по идее, там же. И двое под котами. Попытаются у нас фанатики пойти на Аплант с двух сторон. Моди убивают. И Карна с Глоком. Ну, в этом раунде, конечно, вряд ли что-то получится. У фанатиков два калаша, один Глок. Выход на Аплант через коты, через скрип все-таки с Глоком. Ну, я не знаю, что там сделают у нас Карна с Глоком сейчас. Убивают он Люрбиса, о боже! Ну, Люрбис был очень отвлечен просто на другие вещи. На другие террористы, которые заходили по котам. И в итоге 2-4, 1-4 фриз с поставленной бомбой. С не поставленной бомбой еще. Ну, давайте посмотрим за фризом, за датким легионером команды. Фнатик, ну, тут уже со всех сторон просто подходит к фризу. Бедного минусуют. Счет 3-0. И снова как-то неуверенно выглядят фнатики. Не знаю, что с ними случилось. Может быть, они что-то не то съели. Может быть, в чем-то другом причина. Но пока как-то они выглядят довольно неуверенно. И скованы, я бы даже сказал. Отдача фнатиков, наконец-то, полностью. Они отдаются с глоками, без полузакупочек, без деглов. Счет станет 3-0. И потом мы увидим нормальную закупку, наконец, от фнатиков. Причем, пока мне непонятно, где находится фриз. В том плане, что... Где его минуса жесткие? Которые мы увидели от него раньше. Да и вообще, все фнатики как будто спячки в какую-то зимнюю. Впали. Потому что обычно они все рвут и мечут. Просто божат. А вот сейчас мы видим, что божат у нас винфакт. Вот бейсик вообще идет 11 на 0. Конечно, пока жестких моментов мы не видели. Но, тем не менее, мы видим, что винфакт просто-напросто иногда даже перестреливает фнатиков. Что быть, ну, не должно. Просто-напросто нет, должно. Фнатики не та команда, не тот у них уровень игры, чтобы их могли перестреливать. Перестреливать должны именно они. Люрпис стоит с флешкой. Бейсик в Аллу будет заходить под флешку на коты. Но там никого нет, поэтому наше внимание будет приковано к Б-планту. Двое по зигзагу, двое в малой комнате. Моди по центру. И где у нас контроль? Аслак на банане. Хану у нас в доме. Минус от Хану. Минусует он в моде на центре. Минус от Аслака. Минусует он Гукса. И вся надежда на терроров где-нибудь на зигзаге. Но они, похоже, не собираются туда идти. Минус от Карна. Наконец-то Карн в деле. Капитан своей команды. И уходит он под коты. Здесь все еще на зигзаге. И Фрис у нас находится... В малой комнате будет отрезать хелпу контров. Но тут хелпой контров, в общем-то, не пахнет. Видим мы, что Винфакт не бегает, сломя голову по сикарте. Не старается оттягиваться, притягиваться. А довольно уверенно держит свои позиции. И, что самое важное, они их удерживают. Нет такого, что их прорывают жестко. Или они не справляются. Минус от Аслака. Карн, Фрис. Вот, наконец-то, вот то, что от них ждут. Отличные минусы об голову. Два в два. Карн ставит... Фрис ставит бомбу. Карн делает минус. И один в один. Отличный минус от Карна. Вот, к слову о том, что капитанская команда, Патрик Саттерман, играет... Ну, то есть стрельба у него хуже, чем у других. Видим мы, что стрельба у него все равно на высоком уровне. Несмотря на то, что, естественно, в игре он должен не только стрелять, но и думать. Думать за всех, грубо говоря. И обычно, конечно, капитаны, они не являются какими-то фрагерами. Обычно тут плетутся в конце таблички. В конце статистики. Но вот видим мы, что Карн вытаскивает раунд. Благодаря своему опыту. Многолетнему. Пожалуй, он здесь один из самых лодскульных игроков на этой карте сейчас. И просто велика, я бы он отыграл эту ситуацию. Но у нас ситуация 4 в 3. Кантри в меньшинстве. У них АВП и 2 М. Люрпес в зелени. АВП у нас около Б. И Хану тоже на Б-планте. Причем не знаю, почему они сделали... Решили укрепить Б-плант. В общем-то там никого особо и нет. Минусует Карн у нас. Люрпес, видимо, Карн решил, раз его тиммейты не делают тех бешеных минусов, которые хотят их ждать, он будет сам делать эти минуса. И, ну, наверное, правильно делает. Как бы, если хочешь, чтобы работа была выполнена хорошо, сделай ее сам. Как известно, это работает. И вот Карн у нас решил делать работу сам, похоже. Сейф от Инфакта и второй раунд за командой Фнатик. Отличный минус от Моди. Просто великолепно голову повесил. На префайрах часто играет Моди. Прямо выходит из угла и... Повесит очень жесткую голову. И Мону, что творит Моди, а? Какие головы вешает. Просто невероятно. Четыре два. Так я уже и сказал. Аркада от Инфакта к Банану. Гукс разменит по центру. При этом центр не справляется с Аркадой. Мог бы он сейчас Гукс... Ой, Моди убивать спину. Гукс в ударе. Делает минуса жесткие. И, похоже, что этот раунд останется за Фнатиками. В Инфакт. Ослак в деле. Два в три. Отличный минус от Ослак. Вот то, что мы видим от него на Данюке. На верхней планте, когда он встречал тоже за контров. Атака. Вот здесь он делает примерно то же самое. Причем с Фомаса отличный минус. Прямо с Нил дубль два. Хотя нет, с Нил убивал только в голову. Ослак, конечно, просто убивает в тело. Но, тем не менее, убивает и победителя не судит. Неожиданно для всех в Инфакт берут этот раунд. Счет 5-2. Хотя, вроде как, все было складывалось в пользу Фнатиков. Но вот они отдались на Ослака. На его Фомас. Как-то прямо очень неудачно для них сложилось этот раунд. Дигл у Карна. Калаш у Моди. Ну, Моди, естественно, с Калашом. С такими-то навыками стрельбы. Было бы грех не дать ему Калаш в руки. У Гукса Галил. И в остальных Калаши. Двойкишка. Будет сплит на Аплант. Фриц под котами. Гукс под... Ну, тут все, в общем. Под котами будет 3 плюс 2. Три коты, двойкишка. Ну, и посмотрим, как на это отреагируют контры. Бейзик у нас на посадочке. Аллу чекает коты. И, похоже, догадывается о замысле террористов. Минус за Карном. Его Дигл в деле. Ситуация 4-4. Разменяли Карна. Ох, Аллу хорошо встречает. Не ожидали здесь явно террориста, что он стоит в упоре. Не хладнокровно. И Аллу с Фомасом все еще жив. Дает ХАЕшку. Встречается здесь с Гуксом. И Гукс не справляется со стрельбой. И Ослак в деле. Сейчас еще и Бейзик здесь может, наверное, натыкать в дым. И в итоге Ослак делает завершающий минус. 6-2. Неужели будет третья карта? Конечно, я пока забегаю вперед. Но, знаете, как-то прямо скукоженно играют. Что-то у них не получается явно. Раскрепоститься и заиграть прямо во всю мощь. Как будто кто-то им сказал, что, ребята... Если вы будете играть в полную силу, то мы вас побьем. Я не знаю, может, Винфакт такие вот реально суровые парни грозятся. Но нет, я думаю, вряд ли. Просто Фнатики пока как-то не в форме. Хотя вот вчера они показывают себя очень и очень неплохо. 7-2. Винфакт забирает еще один раунд в свою копилочку. Была отдача у Фнатиков. Причем видим мы, что Винфакт в который раз призывает то, что с индивидуальным уровнем у них все в порядке. И, возможно, вот эти замены, которые у них произошли, там, минус НАСУ, минус ПластЭ, они, возможно, пошли на пользу ребятам. Потому что, что Хану с своим АВП, что АЛУ, что Бейзик, в общем-то, очень хорошо у них получается играть. Ну, Аслак у нас переквалифицировался из АВП ФАМАС. Вот теперь снова из ФАМАСа в АВП. Вот он у нас, наш АВПшник Аслак. Видимо, пока там играет с АВП, потому что на Инферно, допустим, увидел, что у них АВП берет Хану. Здесь же мы видим с АВП Аслака. Именно его. На тренинге мы увидели, по-моему, обоих их СВП. Да, видим, играет именно по ситуациям, по картам. 5-4 ситуация. Видим мы, что Карн очень костный, Моди уже мертвый. И как-то пока террористам снова будет сложно. Гзис под катами, Фриз на центре, Гукс на зигзаге. И Карн у нас тоже притягивается в малую комнату и Гзис туда же. Посмотрим на очередную попыточку. Тут уже Ихана поджимает зигзага и Аслак поджимает с банана. И как бы это ни стало очередным быстрым раундом для винфакта. Видим мы, что ситуация стала 4 в 3. Аслак сделает отличный минус дегла хедшотом. И в итоге Фриз 1 в 3 с клашом ставит бомбу. Его простреливает. Видимо Фриз думает, что он невидимый. Либо что ящик его спасет. Но вряд ли, вряд ли ящик его спасет. Ставит он бомбу. Пытается сражаться. Но его окружают, простреливают. И 8-ой раунд за финнами из винфакта. 8-2. КОНЕЦ КОНЕЦ Маскаты от Фнатика я вижу. Причем за кубочкой, за кубочкой у швейцкой команды. Ну посмотрим, возможно это будет интересно. Минус от Гукса, наконец открывающий минус. Аллу снова в упоре встречает бэзик в зеле. Где вот он минус 2. Не получается, не получается у Фнатика нормально разменивать. Хотя вот сейчас ситуация 2 в 2. Аслак с АВП. Отличный! Как же Аслак не боится вообще совершенно. Не боится агрессии. Действует очень агрессивно. Просто выпрыгивает и 9-2. Причем очень хорошо читает ситуацию. Он понимает, что террорист будет сдавить бомбу. И просто выпрыгивает на безоружного террориста. И сносит его без шансов. 9-2. Винфакт как-то прямо без шансов. При этом давайте посмотрим на Гзиста. Что на предыдущей карте он шел 1 на 10. Что здесь он идет 0 на 10. Не знаю. Мне кажется пора уже Карну дать ему какую-то такую оплюху. За трещину сказать. Гзист ты че? Тащи давай. Потому что Гзист в общем-то... Его задача быть мэтфрагером. Молодое дрование. Шведское. И вот видимо сегодня не его день. Как-то не получается с него играть. Зато вот Фриз в деле. Моди в деле. Страховывают своего напарника. Делают его работу за него. И в итоге 1 в 3. А Лу конечно пытался сражаться. Но в итоге 3 раунд за командой Фнатик. Тащи. Да. Тащи. 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 Разменялись фрагами Фнатик инфаркт, Зист, Аллу И масс Б, наконец-то, кстати говоря По-моему, первая атака на Б нормальная от фнатиков Плюс Гвукс будет еще сплитовать через Зигзаг Слышит, он слышит, Контрол Будет попытаться отрезать хилку всю эту Ну и посмотрим, как у него это получится Минус от Моди Лучше убивает просто Гвукс и спину Гвукс почему-то решил, что из дома никто не пойдет В итоге 2 в 3, при этом будет Попытался Аллу дать флешку Его, видимо, убили прямо с флешкой в руке И Моди воюет прямо-таки во всю мощь 9-4, наконец-то фнатики проснулись Мы наблюдаем примерно то же самое, что было на Данюке Тоже в фнатике очень долгое время Были в спячке, но потом проснулись И начали минусовать нормально хотя бы И вот теперь мы видим тут то же самое Причем, видим не прямо какие-то невероятные команды действий А опять же, какие-то бешеные минусы от Фрис, от Моди То есть все держится на личном скилении Отдача винфакта, видим мы масса по зигзагу Пытается сделать поджимчик Причем, ну как же так, Карн Карн, видимо, был занят чем-то другим Мозговал он такую схему очередную И даже не прочекал спину Не думал, видимо, что винфакт могут пойти Вот на такую вот подлость Пойти им просто всем по зигзагу С пистолетом и убить его В итоге раунд, конечно, останется за командой фнатик Видим мы, что хотя Аллу уберет коллаж Давайте посмотрим Это может быть интересно И может быть все будет не так прозрачно, как я думаю Бомба, нет, бомба поставлена И винфакт дадут на сейв В любом случае раунд останется за Командой из Швеции Ласт раунд в первой стороне нам нужно посмотреть Либо 10-5, либо 9-6 Ну и, конечно, фнастикам было бы совсем неплохо Забрать последний раунд Потому что, ну, пятерочка, это, конечно, хорошо Но не так уж и много При этом я вижу, что есть Дига Лукарна Я думаю, у него есть нормальное оружие Есть АВП даже у Фриса А вот Фрис с АВП, это интересно Я помню от него отличные хайлайты На, наверное, ЕМ Киев Кажется, да Он там с АВП на Тускане Именно на Тускане, из терроров Он там делал отличные минус-на по минус-3 в каждом раунде И мне даже немножко непонятно, почему он только сейчас взял АВП Потому что у него тогда действительно получалось очень хорошо Вот, как раз подтверждение моим словам Делает он минус, убивает Аслака Причем, который был с АВП Наиболее опасный враг на Апланте И в итоге два ситуации Хана у нас уже поджимает с центра Ничего он не видит, здесь дым Размен от Гзиста И Бейзик у нас поджимает с котов Его должны приконтролить Тут в его сторону смотрят оба террориста И Фрис без проблем забирает Бейзик 9-6, минус сторон Посмотрим, что же будет дальше Причем Маскишка от Винфакта На это будет интересно посмотреть И Люрпис у нас в малой комнате Кто же у нас держит Аплант? На Апланте у нас фактически один Фрис Вместе с Зистом И именно сейчас они будут принимать всю эту араву террористов Которая идет к ним Давайте посмотрим за Фрисом Он у нас наиболее вероятный кандидат На то, чтобы сделать фраги Однако Винфакт пока медит Не готова выходить И Фрис очень хитро смотрит в челку Ждет, когда же там появится хоть кто-нибудь из террористов Отличный минус от Фриса Минус от Карна Минус от Гукса Ну каждый прямо сделал по минусу И в итоге Аслак, беда Аслак Идут сдувать со всех сторон 7-9 Фнатики стремительно догоняют Винфакт Всего 2 раунда разницы И я думаю эти 2 раунда Они очень быстро наберутся И разрыв сократится Диглбай от Винфакта Вижу я диглы Есть раскидышка Возможно кто-то хочет сделать Заход под флешечку Даже 2 флешечки Да, наверное мы увидим что-то интересное Масс зигзаг От Винфакт Или нет, бананы Масс бананы от Винфакта Смотрим кто их будет принимать Будет принимать их Моди Моди дает флешку Делает минус 1 Минус 2 Минус... и все А ну тут уже тиммейт Все почищает 3 с глист И 8-9 Именно такой счет мы наблюдаем В верхней половине экрана Отдача Винфакта Видимо Думали они, что В предыдущий раунд они возьмут Решили рискнуть Но не получилось В итоге Финатики по-любому Сравняют счет С счетом 9-9 И вот потом начнется Самое уже интересное Решили рискнуть За кубочку у финнов Видим мы 5 калашей И видим мы, что Они направляются У нас к Б-планту По крайней мере Такой Исход весьма вероятен Аллу у нас в большой Комнате Пока там никого нету Зиск не поджимает И я думаю Аллу там очень одиноко Попытка пройти через зигзаг Она успехом не увенчалась Моди просто сбривает Безика и Хану 8 хп мы оставили Ну и отличная работа От моди Аллу пока там Стреляется с Гуксом Гукс делает минус Карн делает минус И в итоге Раунд совершенно без шансов Взят финатиками Причем вообще Без размена Без единого минуса Винфакт провели этот раунд Не смогли сделать ничего И похоже Что у финатиков Защита будет посильнее Чем атака И возможно мы увидим Повтор Денюха Первой карты Возможно даже и Гораздо более легкий Исход мы увидим Не 16-14 я имею ввиду Карн поджимает центр Отдача у Винфакта Посмотрим и за Патриком Сеттерманом Нет он отходит Он понимает что Свой момент он упустил И в итоге Команда спокойно халдит И особо на рожон Не летит Все равно Интересно придется прийти И самим отдастся Пат М-очки Минус 2 делает модик Кам делает минус Фриз делает минус И без проблем Совершенно буднично 11 раунд За командой Фнатик Маска отдаст инфакт Видим мы очень быструю атаку Никто еще пойдет по кишке Да это Аллу Причем Гзист это все слышит Слышит Гзист Дает инфу И сейчас Видимо Быстрая перетяжка Моди К своим тиммейтам Или что у нас там делают Моди Нет Моди не собирается Пока перетягивается Возможно Думаю что это развод Гзист отлично встречает Коты Аллу разменивает И вот Гзист Дает уже ХЕшку Второй мест Гзиста Только мы его ругали В первой половине Как вот Гзист себя Проверяет очень и очень Неплохо Ставится бомба Моди очень близко Дает ХЕшку Прямо на плант Взрывает Прямо Аллу Бедного Не так что много ХП у него было И в итоге 3 в 2 ситуация Хану В упоре И Люрпис у нас В тупой нычке Посмотрим Подсадочкой Моди Ой Люрпис совершенно не догадывает Что могла быть подсадочка И моде в итоге Делает минус 2 Великолепный минус 2 Вот Вовремя Подсадиться Причем Даже удивительно Что Люрпис не ожидал Убедить Моди именно там Все таки Когда остается Два человека Вполне вероятно Тем более Что было небольшой затиши То есть Не было активных действий Активных раскидочек Было понятно Что Оба контрасты Стоят что-то там И что-то мутит И Вполне вероятно Могла быть подсадочка Так что Не знаю Мне кажется Люрпис в этой ситуации Немножко ошибся Ну да ладно Финатика пока Медленно Но уверенно Дадут к успеху Видимо что Карн Откинул центр Откинул дым И Винфакт у нас Весело Задорно бегут На Б-плант Сплитом Через банан Через Зигзаг Тут их встречает Опять же Моди Минус 2 Это все на что хватило Этого шведского игрока Но тут есть еще Карн Бежит уже и Фриз Делает минус И Алу 1 в 2 88 хп На диктаге Делает он Размен экзиста И 1 в 1 Карн против Алу Причем у Алу 4 хп И мне кажется Вряд ли Карн Отдаст такой раунд Патрик Саттерман Очень опытный игрок И Против 4 хп Ну не знаю Только чудо поможет Алу мне кажется Которая не является Настолько опытным игроком Видите Ай-яй-яй Сейчас мог бы Карн Зайти вообще в спину В спину Алу Но Видимо не поверил Что Алу Столько времени Стать на одном месте И все еще На зигзаге Бомба выбита Судя по всему На б-планте Поэтому Алу Направляется Именно туда Время тикает 30 секунд Уже 25 И Карн Встречает его Именно оттуда Откуда Он и появляется Великолепная голова Причем 4 хп Даже можно было бы Стоять ему в ноги Но Карн У Карна все Точно 39 Совсем близко Фнафиг к победе А вп есть У фриса У него же есть Диггл И фрис с авпм Будет держать У нас судя по всему Либо зигзаг Либо банан Ну скорее всего банан Карн центр Снова дым Привычный дым на центр И Судя по всему Быстрая атака На центр Винфакта Или что у них Нет 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 Попытались выйти на центр Но тут видимо Их зафлешили Загитали дымами И Винфакт упали на холд В малой комнате Тут тоже их Штампуют флешками Которые прилетают С зигзагом А зигзаг у нас Держит В моде Вот он Сокон Здесь все хорошо держит Все довольно уверенно И смотрим Смотрим за Андреасом Один минус он сделал На большее Не хватило силеных Но Тем не менее Размен в пользу В пользу кнатикам Ситуация 4 в 3 Гзис поджимает коты Фриз поджимает банан Гукс воюет на центре По-моему только одного Террора он видел Фриз делает размен 2 в 4 Убивает гукса Гукс почему-то не чекал Центр Ему видимо решил Полностью отпустить Ну и весьма зря Дает инфу карн Делает еще один минус По пути Одновременно С даванием инфы Совершенно невзначай И в итоге 1 в 2 Алу Поставил он бомбу Делает один минус И 1 в 1 Фриз Если Фриз сейчас Будет так же ошибаться И не сделает минуса То раунд останется За инфактом Нет Фриз взял М-ку вовремя Причем Алу мог бы тоже Действовать поагрессивнее Фриз там Достаточно Непонятно Действовал То с ВП То с деглом Что-то стрелял То М-ку подобрал Вот в общем-то Мне кажется Можно было бы Алу Подействовать Более агрессивно Мне кажется Если был бы Ослак В месте Он бы Вообще Наверное Побежал бы на Фриза Но это Алу Не настолько Может быть Опытный игрок И в любом случае Счет у нас 14-9 А Фанатик Совсем близкий к победе Но А винфакту Нужно что-то срочно делать Все что они могут сделать Сделать камбэк Это 5 раундов подряд Для того чтобы сравнять Счет И еще 2 раунда Для победы И все это Выглядит пока что Исходя из игры Но как-то Маловероятно Аслак делает Первый открывающий минус Возможно это будет залогом Успеха в этом раунде Гукс разменивает Гукс разменивает Очень хорошо Хану у нас в кишке Аллу под котами И А и все Два игрока остались у нас Жиг У красненькой стороны Алла взрывает гуксы 3 в 2 ситуация Фриз бежит уже на помощь Карн будет С планка встречать У нас дверцу И Моди Из дома Будет смотреть коты Карн убивает дверь И смотрим за Моди Именно он у нас будет Стрелькоты Здесь тоже без особых проблем 15-9 И последний раунд Нужно брать фнатикам И они у нас в полуфинале Видим мы что фриз закупил у нас Папаган 5-1 Видимо полностью уверенные Фнатики в своей победе Очень часто это играет Очень злую шутку С такими командами Вот видим размен Допустим 4 в 4 ситуации Смотрим за фризом А видим мы что вообще У фнатиков У всех папаганы То есть это не фриз такой у нас Интересный И видим мы что Винфакт Берут раунд 15-10 Винфакты смеются Улыбаются И вот сейчас Винфакты есть Великолепная возможность Вот на этой Плюс моральки Потащить всю игру Потому что В случае когда Команды думали Что игра у них Уже в кармане Там набрали 15 раундов Уже брали дробовики Нередко бывало Что команда Их противника Очень жестко За это наказывало Потому что Только стоит дать слабину И в итоге Все Противник Ребет и мечет И в итоге Умывали и Проигранные игры Из-за этого Но опять же Не знаю насколько это красиво В такой игре Пусть останется На совести шведов Возможно Это просто Дружеская подколка Не более того Это в любом случае Имя Ох Хану великолепное Минус 3 Просто шикарное Минус 3 Вы сами все видели Первый был дабл А в то третий Минус К сожалению Убил Фриз Хану Не дал ему сделать Минус 4 Но Минуса были Очень и очень красивые В итоге Фриз Вместе с Моди На пару Пути в троих террористов Ослак Бэзик Бэзик и Люпес Размен от Моди И в итоге Фриз Один в два Бомба стоит Ослак Около двери Бэзик на котах И фриз Поведение Поведение Фриз Вот как пишет Все для шоу Все для Так сказать Эффектности Все для шоу Видимо имеет ввиду Баган Бэзик Кровать Делает минус Гзиста И фриз Один в пять Сейвит свое ВП Сейвит на банане Делает минус И уходит на Т-респ И за ним Мне кажется Сейчас уже Придут По его голову Ох Что делает Фриз Что делает Фриз Обманывает Обманывает Врагов Не видит Фриз О май гад Издевательски Бивает Хану Спину И меняет Свою позицию Да Сейчас Очень конечно Террорам Не повезло И фриз Сейчас Зря Мне кажется Не убежал Делает минус Один Тут же Убивает Пятнадцать Двенадцать Ну как же так Ребята Все я теперь Болею за Винфакт Хочу чтобы Финны дожали Фнатика До овертаймов И обыграли их Вот я бы С удовольствием На это посмотрел А потом Взяли бы третью карту Еще Я бы вот С удовольствием На это посмотрел Потому что Ну за такое Надо наказать Надо Другое дело Получится ли Но видим мы Что денег у Фнатиков Завались Фриз СВП Мас Коты От Винфакт Видимо ВП У Ослака Либо у Хана Скорее всего Ослака Вбивает Хану Да ВП Именно у Ослака Чекает каждый Сантиметр Карты Промахивается Минус Минус От Гукса И ситуация У нас Три в четыре Ой Три в пять Даже Три в пять Не отдал минус Еще не сделали Террористы Вот сейчас Только Бэзик Немножечко Помог Своей команде Три в четыре Ситуация И Пора бы уже Винфакту Сделать Сплит на Атлант Через коты Через центр Бэзик Снова Разменивает Ситуация Два В три Один в три И похоже ТГГ Да Люрп Сплит на ТГГ Не верит Он в Бэзика К сожалению Моди контролит Центр Карн контролит Коты И Фрис помогает Турш контролить Коты В итоге Моди Отличным Хочетом Убивает Бэзика И к сожалению Мы не увидим Не увидим Мы третьи карты Не увидим Мы камбэка Финфакта К сожалению Фины проигрывают И Фнатик у нас Проходит в полуфинал Вот Не в самой легкой борьбе Но Вот на карте Детус Кан Как в принципе Я и предполагал Все у них будет И было Полегче Ну что же На этом Сегодняшние наши игры Подходят к концу Сегодня больше игр нет На этом все И Все что я могу вам сказать Приходите завтра Завтра у нас будет Соответственно Еще два четверть финала Их для вас будет стримить Драмер Я же буду стримить Для вас Чернозем Онлайн мастерс В 22.00 Там будет один полуфинал Ой нет Один стыковый матч Будет Да Так что Приходите Завтра будет вечер стримов Выберите для себя Что-нибудь интересное И С удовольствием Приведете Вечер за нашими стримами Всем спасибо С вами был Георгий Глау Он же не медис Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok